Новости продолжают эфир. Канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Добрый день. В американских городах Лоренц и Андовер после серии взрывов бытового газа и последовавших за ними пожаров введен режим чрезвычайного положения. Власти штата Массачусетс ведут расследование. По предварительным данным, причиной инцидента стал прорыв газопровода. В результате взрывов и пожаров погиб человек. Еще свыше 20 получили травмы различной степени тяжести. Повреждены или полностью уничтожены более 80 зданий. Сразу после произошедшего спасатели эвакуировали более 8 тысяч человек. Многие из них до сих пор не вернулись в свои дома. Свыше 90 тысяч мигрантов прибыли в Европу по суше и морям с начала этого года. Как сообщают международные организации по миграции, из них около 75 тысяч добрались до европейских берегов морским путем. В прошлом году этот показатель был почти в два раза больше. Такая статистика обусловлена ужесточением патрулирования морских путей властями Ливии, отмечают СМИ. Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил об успехах в области урегулирования миграционного кризиса. По его данным, операции ЕС с 2015 года способствовали спасению порядка 700 тысяч жителей в море. Глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт пошел на сделку со следствием. В суде он признал себя виновным по двум пунктам обвинения. В сговоре, а также в попытке воспрепятствовать правосудию. Ему грозит 10 лет тюрьмы. Дело против Манафорта ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Между тем, по данным СМИ, бывший руководитель предвыборного штаба сделал такое признание, чтобы избежать судебного процесса в суде Вашингтона. Там ему предъявляют обвинения в сговоре против США, отмывании более 30 миллионов долларов, дачу ложных показаний, а также в лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Это уже второй соратник Трампа, который пошел на сделку со следствием. До этого также поступил бывший адвокат американского президента Майкл Коун. На востоке Казахстана подвели итоги купального сезона. В этом году он унес 36 жизней в регионе, 7 из них погибшие дети. В целом, по области, по сравнению с прошлым годом, жертв на 20% меньше. Но детская смертность возросла в 3,5 раза, отмечают представители департамента по ЧС. Они называют несколько причин трагедии на воде. Среди них купание в неположенном месте или в состоянии алкогольного опьянения, и когда оставляют детей без присмотра взрослых. Кроме того, есть проблемы и с подготовкой пляжей к сезону. Из более чем 2000 водоемов в области оборудованы для отдыха всего три. И даже если они не полностью соответствуют всем требованиям безопасности, об этом делятся специалисты. Не предпринимают должные меры предосторожности и владельцы туристических объектов, расположенных у воды. Из 339 баз отдыха обследований, обследованы, к примеру, только 62. Обследованы всего 62. То есть подали заявки и проверены эти места. То есть осмотрены места. Проведена водолазная работа. Подготовлено 45 спасателей. Да тоже мало. Должно быть больше. На каждом купальном месте не менее двух спасателей. Одним из эффективных шагов профилактики коррупции в регионах станет проект «Карта общественного контроля». Эта инициатива обеспечит народный контроль в ряде отраслей. К примеру, даже жители отдаленных аулов смогут следить за качеством строительства социальных объектов, дорог, систем водоснабжения и вносить свои предложения. Контроль будет осуществляться тремя способами. Первый, самый простой, доступный – использование социальных сетей, телефонов. Агентства по госслужбе и борьбе с коррупцией и территориальные департаменты предлагают использовать их мессенджеры, аккаунты и колл-центры. Второй способ – внедрение мобильного приложения для граждан Комкор. По третьему методу контроль будет осуществляться через специальные районы мониторинговой группы. Вместе с жалобами жители могут предоставлять в качестве доказательств фотографии и видеоматериалы, говорят специалисты. Борьба с коррупцией основана на участии общества, населения сельской местности. В настоящее время в наш адрес не перестают поступать предложения и заявления от жителей аулов и районов из всех уголков Казахстана. Ни одно обращение не останется без внимания. Все жалобы будут рассмотрены и даны ответы. В условиях третьей волны модернизации экономики и создания новой модели роста значение агропромышленного комплекса возрастает. Об этом было сказано на совместном правлении правительства Казахстана и Национального банка по новым мерам дополнительной поддержки аграрного сектора. Труженики Акмолинской области, как одного из крупных зерносеющих регионов, делают упор не только на производство зерна, но и продуктов питания на экспорт. В области около 80 компаний-экспортеров с региональными брендами по мясной и молочной продукции, пищевому яйцу, муке, растительному маслу и мороженому. Только в прошлом году на регион выделено 38 миллиардов тенге из республиканской казны для поддержки более 3000 агроформирований. Сумма возросла на 23% по сравнению с предыдущими годами. 20 тысяч западноказахстанцев в этом году обратились в центры занятости и получили постоянную работу. Причем треть из них – молодые люди до 29 лет. Возможность трудоустроиться дает и проект «Молодежная практика». В отдаленном Женебекском районе, к примеру, трудовую книжку завели уже свыше 200 молодых людей. Алмат Булатов – выпускник ветеринарного факультета Агротехнического университета. Специальность не самая популярная у молодежи, но востребованная в силе, рассказывает он. По молодежной практике он вернулся работать в родное село. Через программу «Молодежная практика» устроился на работу на Витстанцу в Роневедовском районе. И сейчас, как закончилась моя практика, я сейчас на постоянной основе работаю здесь, в Витстанитарм. Эта программа дает возможность выпускникам колледжей и вузов набраться практического опыта. Также здесь они копят стартовый стаж, чтобы устроиться на постоянную работу. А Марине Жанапановой в районном центре занятостей дали направление на учебу. Девушка окончила курсы парикмахерского дела и приступила к работе в районе. Арендовала небольшое помещение, уже нашла своих клиентов. Арендую в данный момент. Клиенты есть, проходят. Я думаю, что клиенты довольны моим работой. Я очень люблю свою работу. И в дальнейшем я хочу развивать себя и открыть свой бизнес. В целом в регионе на реализацию пятилетней программы занятости и развития массового предпринимательства направлено свыше 6 миллиардов тинге. В этом году 800 безработных поступили в колледжи для получения профессий. На выбор им предоставляется 36 технических специальностей. Все они востребованы на рынке труда. Бутагос Базарбаева, Балат Шарлгасов, Канат Махмотов, Западно-Казахстанская область, Хабар-24. Журналисты известных зарубежных средств массовой информации из Великобритании, Италии, Польши, Индонезии, Китая и Кореи посетили священные места и достопримечательности Туркестана. Иностранный коллег древний город покорил не только многовековой историей, но и памятниками архитектуры, такими как Мавзолея Хаджа Ахмета Ясауи и Арыстан Баб. Британский журналист Джон Найман впервые приехал в Казахстан и вместе с другими медийными работниками Италии, Индонезии, Китая, Кореи и Польши побывал в Мавзолее Арыстан Баб. Этот памятник не оставил его равнодушным. Поразила средневековая архитектура, которая в неизменном виде сохранилась до наших дней. О Казахстане я знал только из телевизионных передач, но приехав сюда, увидев историко-культурные памятники собственными глазами, мое мировоззрение изменилось. Я увидел их с другого ракурса. Я работаю корреспондентом в международном журнале в Южной Корее. И после поездки я обязательно пишу о Казахстане, в том числе о монументальных сооружениях Туркестана. Тогда иностранцы узнают больше о вашей стране. Не обошли вниманием зарубежные журналисты и не менее известный Мавзолей Кужахмеда Ясауи. Они обошли каждую его комнату, познакомились с жизнью и деятельностью великого казахского просветителя и с историей Тайказана. А оттуда направились в этно-аул, где их встречали девушки и парни, разодетые в расшитые орнаментом национальные костюмы. Здесь они познакомились с разнообразием национальной кухни, попробовали на вкус шумат и отведали баурсаков. У меня прекрасные впечатления. Я чувствую, что сейчас в этот регион большие развитием занимаются, занимаются, осуществляются. Каждый из гостей открыл для себя новый Туркестан. Их впечатлила богатая история, архитектура и культура Южного Казахстана. И теперь по возвращении на родину они планируют поделиться своими впечатлениями о путешествии со своими соотечественниками. Наталья Цуербот-Абишев и Нурмаханбек-Муратов. Туркестан. Хабар-24. Акция «Дар» национальному музею прошла в Талдыкургане. Родственники известных людей ЖТСУ вручили сотрудникам главного охранилища историко-культурных ценностей страны их личные вещи. Собрано около 250 экспонатов. Среди них зонтик первого профессионального художника Казахстана Бельхана Костеева, ноты и очки композитора Нургисет Лендиева, в костюмах политического деятеля Одинмухамеда Кунаева, а также набор космического питания космонавта Талгата Мусабаева. Подробности в репортаже Адельхана Сахари. Акция «Дар» национальному музею проводится уже третий год. До этого она проводилась в девяти регионах нашей страны. Было собрано порядка трех тысяч экспонатов. Дошла очередь и до ЖТСУ. Родственники знаменитых людей региона подарили главному музею страны их личные вещи. Под этим зонтом никогда писал свои бессмертные картины первый казахский профессиональный художник Аблхан Костеев. А это эскизы его работ. Национальному музею их подарила дочь живописца Гульдария Костеева. Племянник выдающегося политического деятеля советской эпохи, первого секретаря Компартии Казахской ССР Динмухамеда Кунаева, Диар Кунаев тоже привез личные вещи своего дяди. Вот костюм, который носил политик, а вот его очки. Это все подлинные вещи, которыми он пользовался. Его, он когда в свое время даже курил, вот его мундштук мы передаем. Также передаем вот чапан, который ему был подарен в Узбекистане. Вот эти вот вещи все, я надеюсь, займут достойное место в коллекции наших, в фондах нашего национального музея. В ходе акции сотрудники музея получили в дар около 250 новых экспонатов. Среди них посуда первого казахского инженера Мухаммеджана Танашпаева, партитуры композиторов Мухана Тулебаева и Нургисы Талиндиева, пиджак поэта Мухагали Махатаева, набор космического питания космонавта Талгата Мусабаева. По словам музейных работников, собранный материал очень ценный и значительно обогатит коллекцию национального музея. Сейчас в его фонде больше 200 тысяч экспонатов. Каждый экспонат по-своему уникален. Среди экспонатов находится зеркало, которое пользовались Марием Жагорозом при своей жизни. Тоже уникальное по-своему. Пишущие машинки, ручки, кадр Мрзалей, дамбры есть, Денин Нурписовы, Кенин Назарбаева. В конце года в Национальном музее в Астане будет организована большая выставка. Она будет состоять из вещей, собранных в ходе акции. Затем работники музея отправятся за новыми экспонатами в Павлодар, Караганду, Кокшетал, а также в Восточный и Западный Казахстан. До 2021 года они намерены объездить все регионы страны. Адильхан Сахариул, Жазбай Бусынов, Хабар-24, Алматинская область. Дипломант национального конкурса «Мири Ляудбасе» Иргалей Ишанкулов встретился с представителями молодых семей Казаларды. На прошлой неделе восстание династии Ишанкуловых удостоилось специального приза президента страны. Такое внимание эта семья по праву заслужила, став одной из лучших на региональном этапе конкурсного отбора. Иргалей Ишанкулов известный в области ветеран труда и тыла. Его супруга Бахира, обладательница золотой подвески Алт-Налка, чьи-то вырастила и воспитала 14 детей. Вместе они прожили больше 60 лет. Большое государство, большой народ, поэтому рекомендую представителям молодого поколения строить дружные многодетные семьи. Это поможет нашей стране развиваться дальше. Желаю, чтобы в Казахстане увеличилось число образцовых семей. Сегодня подошли к концу соревнования по мини-футболу между сотрудниками государственных органов и национальных компаний. Матчи, в которых в общей сложности приняли участие более 600 человек, продолжались почти на протяжении четырех месяцев. Всего 20 команд завершили игры с хорошими результатами. Среди участников представители администрации президента, парламента, партии Нур-Атан и нескольких министерств. По словам организаторов, командные мероприятия способствуют укреплению контактов между ГУС-органами. В будущем планируется, что подобные соревнования пройдут и по другим видам спорта. В дальнейшем мы уже поступили даже, мы планировали, но участники нас даже опередили, уже высказали пожелания о масштабировании данного проекта на другие виды спорта командные. Это волейбол, теннис, шахматы, именно командные составляющие. Мы готовим проект, где будут такие командные игры, интеллектуальные и национальные виды спорта будут принимать именно среди данной категории аудитории. И в завершении выпуска еще одна информация. Отечественные звезды шоу-бизнеса записали песню и сняли клип в поддержку Геннадия Головкина. Композицию исполнили певцы Даниар Абдрахманов, Марсель, Лжав Сулейменов и Сарамтайн Сепов. Автором слов выступил Нурлан Нурпиисов, музыку написал Даниар Абдрахманов. В клипе были использованы записи ранних боев боксера, а также кадры его подготовки к последним поединкам. Напомню, уже завтра Головкин выйдет на ринг против Канело Альвареса. Матч-реванш пройдет в Лас-Вегасе на кону. Титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA, Super, WBC и IBO. Также боксеры оспорят вакантный пояс журнала The Ring и специальный пояс WBC. Напомню, первый бой между боксерами завершился в ничью. Ну что ж, будем готовиться болеть за Геннадия, а пока всем хорошего выходного дня. До встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА